Вот это да! Вы на канале Набанки и это видео подкаст 2 плюс 1. Сегодня у меня в гостях хороший человек, веселый парень, организует вам похороны, поминки, все что хотите. Человек считает себя одним из основателей Газнака, потому что покупает у них тетрадки и записывает тогда все. Встречайте, Дмитрий Усманов. Вот, можешь поздороваться. Спасибо, Илья, всем привет. И сегодня мы будем обсуждать Борисовскую любительскую футбольную лику. Прошедший тур и предстоящий одиннадцатый тур. Да, сегодня у нас по планам обсудить старый тур и дать свои какие-то комментарии по новому туру и дать счет, прогноз, так сказать. Вот как-то так. За кадром у нас Саша Абрамович, только обычно вы его, возможно, услышите, возможно, нет. Саша, давай, какой у нас первый матч? Может, пройдемся по десятому туру, так вкратце. Были некоторые неожиданности где-то. Да, начнем с этого. Давай у нас Саша есть. Газнак Молния. Они закончили 3-7. Очень неожиданная игра была, на самом деле. Мы не знали за этой игрой, как бы. Ну, Газнак, в принципе, вел по игре 2-1. Ну, ничего страшного, все нормально. Диму любят камеры, камеры любят Диму. Главное, чтобы не такие. Будешь, что-то, Дима? Ну, что сказать? Давай начнем с того, на кого ты поставилась, каким счетом. Не помнишь? Не помню, да. Я помню, что я поставил на победу Газнака. Очевидно. Я тоже. Очевидно, это победа была. Да. То есть, смотри, все действительно ждали победы Газнака, но вот Молния, конечно, неожиданно удивилась. Семь-три, как бы. Я помню этот матч, мы в конце уже спияли, там разминались, и залетало все у Молнии. Да, вот, пожалуйста, неожиданно. Хотя никто бы даже не смог подумать, что Молнию обыграть. И в конце матча подошел игрок Газнака и сказал, что со своими прогнозами мы черный глаз навели на них. Из-за этого проиграли. Да, ребят, все только на позитиве, не хотим ничего, ничего не подумайте. Амкал Гручес, 1-0. Мы с Никитой думали, на самом деле будет больше голов. Никита поставил, я помню, что победа Гручес, я поставил Амкала. Да, напряженный матч был, как и обещалось. Обидно для Амкала. Да, ну, поражение победы. Да, ну и пропустили, как бы, один всего лишь, да, но при этом не забили. Ну и такой и ноги для Амкала. При этом, да, неприятный голос. Такую ватрушку Макар дал. Догма, Тайгерс проиграл в Микстерме 1-3. Вот это тоже для меня, на самом деле, тоже был очень интересный матч, я ставил больше на Догму. Я не знаю, чем взял в Микстерме. Нет, ну, Микстерм хорошая банда, просто вначале они там были, у них там падения какие-то, сейчас потихоньку набирают форму, так же и в прошлом сезоне у них было. То есть, я Микстерм больше... Ну, Микстерм молодцы, я так скажу, Догма, Догму, конечно, я рассчитывал, потому что они победят. Я думал, что будут за ней победить. Феникс без лидеров обыграл молодежку 3-1. Я на Феникс тоже, кстати, ставил. Я так и знал, что Феникс играет, но молодежка какое-то в последнее время еще старше игры, когда мы с ними играли за Мкал, Да, мне тоже как бы... Сына ничего такого, но... Да, ну, у них, видишь, у них тоже там же и вратаря не было, я помню. Антоневича и не было Бутиховского. Да, 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 ну, молодцы, видишь. Да. Звезда 1-4 бьет на строй уступила. Вот, кстати, для меня тоже это был такой... Да, кстати, вот Звезда... Я больше на Звезду. Я надеялся, что они победят, потому что, как я говорил Никите, два матча они выиграли, круче С обыграли. Борисов Юль. Ну, видишь, как и сказал Никита в прошлом выпуске, то, что любительская лига, она ДКПЛ. Ну, понятно, что может произойти. Не, да, я тоже непредсказуемо очень, все команды более-менее равны. Ну, про билдозастрой мы еще поговорим. Агро ЗБ, Легион 1-7. Ну, я думаю, здесь, в принципе, было ожидаемо. Я не знаю, как тебе, мы с Никитой вообще не знаем ни ту, ни ту команду. Мы как бы и не играли ни с теми, ни с теми. Ну, ребят более-менее мы знаем, но, то есть, конкретно игру Агро ЗБ пока не застал в этом сезоне. Ну, Легион видишь? То есть, ребят, там, Легион тоже постепенно набирает очки уже, если бы вытягивать ребята. Тоже есть более-менее играющие. Ну, такая банда. Неплохая. Да. Уровень микс-терм. Ну, посмотрим, посмотрим, что на протяжении... Скоро, что там, подходит же первый круг уже к концу скоро. Там сколько осталось, наверное, игры 4. Еще 5 туров. Ну, блин, все еще впереди. Там уже будет видно. Да. Борисов в июне встречался с Химиками, там победа 7-2, удаление в том матче так же было. А кого удалили? Торянника. Уже вторая карта красная у него в этом сезоне. Там тоже страстики пели, как бы. Ну, я как и говорил, что Борис из 900-го класса обыграет, но видишь, Химик тоже не могут что-то показать. Им тяжело. И в последний турбург у тебя жил, и Феникс тут же обыграли. Сегодня четверг, чтобы вы понимали. Мы записываемся в 8 часов. Как его? То есть у нас Горизонт играет, мы пока не знаем. Да, Горизонт играет на СЖ. Да, ну там тоже мы рассчитываем на то, что будет сильный матч, неплохой такой. Хотя, может быть, в одну калитку. Не знаю. Ты не помнишь, что ты ставил? Какой счет? На кого ты ставил? В 8-3 я на Горизонт ставил. На Горизонт? Я тоже думал. Есть инсайд, что он СЖ был СЖ. О, видите, как. 5 человек. 5 человек. Ну, это любительская лига. Всякая, может быть, кто-то собрал, кто-то не собрал. Вот. Ну, блин, что, обсудили матчи? Да, как бы можно перейти план к 11-му туру. Первый матч, Догма, Долтастрой. Итак, начнем с 11-го тура. Первый матч у нас Догма, Белтастрой. Догма, Долтастрой. Твои ожидания, Илья? Ну, Догма, Белтастрой. Слушай, я больше симпатизирую Догме. Мне очень нравятся ребята, там очень много моих знакомых. Но Белтастрой тоже хорошая команда, видишь, я прошлый матч им не отдал свою какую-то любезность, но они победили. Я думаю, после того, что показали прошлое Белтастрой и Догма, будет тоже тяжелая игра. Я все-таки больше стремится в Догме, но голы тоже будут много, как по статистике я так подумал. И Догму много пропускает и забивает, и Долтастрой тоже самое. Я поставлю на Догму, наверное, со счетом 6-4. Я думаю, 6-4. А я вот наоборот симпатизирую больше в этой встрече, и Долтастрой, да. Мне это очень нравится, команда, то есть, и в прошлом сезоне, например, мы их ни разу не обыграли, как ни странно, вели по счету, то есть, там ребята сыгранные, очень играют постоянно вместе, вместе играют, и под конец вот они вот себя показали очень хорошо, они вошли в плей-офф, то есть, а еще сезон назад они там вообще третий место заняли, не самые первые вот это было игры. Ну, ребята там возрастные, знают, что делать вообще, в принципе. Да, да, на опыте, да, они могут без мяча бегать, играть, но когда надо, закроются, где-то забьют, то есть, сыгранные, и за счет опыта, я... Это неплохая команда, да, с тобой не поспоришь. Я думаю, что 5-3 закончится победой Долтастрой. Долтастрой все-таки, да. Ну, будем смотреть, напишите в комментарии, что вы об этом думаете, и кому вы бы отдали предпочтение, а мы давай плавно перейдем к следующему матчу. К матчу Агра-ЗБ-НСЖ. Агра-ЗБ, следующий матч Агра-ЗБ-НСЖ. Аутсайдерские разборки, можно сказать. Блин, ну слушай, я не знаю, Дима Белкова, конечно, красавчик. Ну, блин, это как в прошлый раз я говорил, мне нравится его команда, там пацаны такие молодые, все такое, ну, им не хватает, не хватает чего-то, они что-то бегают туда-сюда. Ну, другой вопрос в том, что они не всегда стабильно собираются. Да, 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 да. То есть, конкретно по заявке, там я видел, там расширенная заявка, как бы, да. То есть, кто-то не пришел, кто-то еще что-то там. То есть, ну и Агра-ЗБ хочу сказать, я там по составу ребят посмотрел, как бы знаю там некоторых, странно очень, что они там не набрали пока вообще минимальное качество очков. Ну, а кто там в Агра-ЗБ есть таких? Никулович Кирилл. Я, наверное, думал, ты такой, блядь, Никулович. Нет, ну, может быть, в лицо я не знаю, я не хочу никого обидеть, не помню просто. Вырежешь? Нет, составим. Эмоции. Да, а кто еще там есть? Да, то есть, я думаю, у Агра-ЗБ уже пора тоже набирать очки какие-то. Пора уже, как бы, это у них последние туры 1-7, 1-8. И конкретно вот в этом матче, я думаю, что все-таки Агра-ЗБ наконец-таки зацепится. Угу, заняться же. Да, хотя будет упорная борьба, тоже считаю, что будет много голов. Хорошо, ну, какой счет, как ты считаешь? Я поставил на 5-4 победы Агра-ЗБ. Ну, видишь, как 5-4, то есть, здоровая, нормальная такая. Блин, ну, я на самом деле поставлю, наверное, скорее всего, на НСЖ. Я не думаю, что, блин, они проиграют. Я поставлю, что счет будет, я сказал, 5-4, да? Я поставлю, что НСЖ забьет 5, а Агра-ЗБ 2. Я думаю, 5-2 счет будет. Думаю, 5-2. В принципе... Ну, почему нет? Если команда соберется, почему мне дать бой? Это как... Но игра будет упорная. С любой командой. Я думаю, да. Я, конечно, не знаю, кто играет в Агра-ЗБ, так и в прошлый раз я говорил. Пока я еще не встречался с этими командами. Вот. Ну, я думаю, победа НСЖ опять. Так, давайте, плавненько, перейдем к следующему матчу. Амкал, Микс Терм. Амкал, Микс Терм. Ну, что? Амкал... Ну, у тебя что? Все, у тебя удаление твое на один матч, что-то, было? Да. Мы рассмотрели, как бы, один матч, в воскресенье готов я сыграть. Ну, все, ждем, что у Димы повязочка вот здесь будет висеть. Дай бог, конечно. Ставалом. Ставалом. Ну, вообще, что? Скажи, Амкал сейчас, если быть откровенным, не самое лучшее время переживает. Ну, не знаю. Как по мне, мне нравится наша игра, мы с каждым разом все лучше и лучше, я тебе так скажу. Ну, знаешь, раньше как-то ребята смотрели, я что-то объясняю, рассказываю, они смотрят такие-то, блин, чувак, это фигня. А сейчас с каждым разом, знаешь, у нас и розыгрыши какие-то есть. Я вот, знаешь, подхожу, рассказываю, да, пацаны слушают, что, куда бежать, понимают немножко. Ну, видишь, в прошлом матче доску принесли. Маншет тоже нормально. Ну, все-таки Амкала одну очко, четырех матчев последних. Я думаю, мы должны уже, должны кому кого-то. Просели себе на турнирной таблице. Серьезно-соборка, да. Да, ну и до этого у нас были тоже согласились с Фениксом. Не знаю, честно, я не вижу такого серьезного соперника в Микс Терме. Не знаю почему. Мне кажется, мы должны их проходить и уверенно проходить. Да, я тоже думаю, что мы должны их выиграть, но есть там тоже свои люди, как бы, хорошие. На подъезде, да? Да. Дима Мытник, мы очень опытный тоже. Ну, да. Тяжело. Ну, да. Сергей опять, то есть там, ребята нормальные. Паша полищу. Серьезно. То есть, действительно, там... Ну, еще право два пополнения. В основном выше лиги первые Чичев и Никитаренок. Чичев не выше лиги героев. Ну, и первые, я скажу. А, первые, да. Ну, Чичев сейчас не будет, Никитаренок будет, Егор. Ну, посмотрим. Слушай, ну, я думаю, как и ты, мы должны победить. Только вопрос, с каким счетом счетом. Я думаю, что мы забьем. Мы должны накидать прямо уверенно. Если вот мы хотим двигаться дальше, мы должны уверенно накидать. Знаешь, мне не нравится то, что у нас каждый матч мы пропускаем. Мы не можем сыграть сухую. Ну, да. Вот это то, что... Поэтому я поставлю так, что мы выиграем. Это однозначно. Но пропустим один или два. Один или два. Можно ушляться за ворота. Да. Возможно, в следующем круге, а может быть, в следующей жизни Саша будет, сказать. Да-да. Напишите в комментарии, нужен ли он Амхалу или... Либо два плюс один, его конечный результат. Ну, вообще, какой счет тут? Я думаю, мы пропустим два, но забьем шесть. Минимум, я думаю, минимум шесть. Шесть-два, победа Амхалу. Моя ставка такая, что я думаю, будет счет 4-1. Мы победим. 4-1. Сложно играть, конечно, но уже тут нам выбора нет. Нужно дружно держать. Нужно держать, конечно, нужно набирать очки вперед. Потому что там уже все догоняют, обгоняют. Отлично, супер, переходим к следующему матчу. Гру-ЧС, химики. Гру-ЧС, химики. Гру-ЧС сейчас на ходу, что скрывать? Гру-ЧС на ходу, да. Ну, знаешь, вот мы с ними сыграли, было тяжело, когда у них Макар на поле, Фет на поле, да. Ребята все-таки понимали много. Которые у них играли с толпа, во-первых. У них очень много людей, которые понимают, как играть на футбол. Это одна из лучших, мне кажется, команд этой Риги. Донат тот же там неплохой. Да, они неплохие ребята. Ярожда. Да, они могут взять, обыграть один в одного. У них хороший коллектив, они играют через пас. Все отлично, все супер. Это по-любому, конечно, Гру-ЧС обыграет, смотря какой счет. Но не будем забивать, что химики прошлый матч, например, взять с Фениксом. Тоже никто не ожидал, что Феникс проиграет. Тоже, возможно, будет заруба. Все-таки, я думаю, прям вот здесь у меня сомнение, что прям будет заруба. И я думаю, Гру-ЧС без проблем справится с химиками. Ну, давай. 8-2, думаю. 8-2. Я думаю, тоже где-то Гру-ЧС. Давай я поставлю 10-3. 10-3. Гру-ЧС должен накидать, я думаю, уверенно. Тем более, у них там состав хороший, неплохой. У них постоянно собираются две четверки. Зайонок даже недавно приезжал. Вот, даже Артем приезжал. Не сомневаемся в победе. Думаю, да, это сто процентов. Давайте перейдем к следующему матчу. Саша, что у нас там следующее? Звезда-Легион. Звезда-Легион. О, неплохой матч. Слушай, я, блин, вот прошлый матч Легиону я не отдал победу, но вот они обыграли. Звезда тоже, я на них рассчитывал. У них неплохой состав. У них там, я так понимаю, ребята из Жодина есть. Да, да. И Борисовские ребята. И неплохо играют, двигаются неплохо. Хороший матч, мне кажется. Звезда вот что удивила, обыграла хороших соперников. Гру-ЧС. Да, 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 да. Вот это, знаешь, почему я предпочтение не отдавал, потому что они хорошо сыграли на протяжении двух матчей. То есть есть там тоже пара ребят, которых я лично знаю. То есть, по-моему, я еще сказал, когда мы помнишь, первый матч с ними не играли. Проиграли 4-1, выиграли мы, но я сразу сказал, что Звезда будет очень серьезный соперник. Серьезный соперник. Я думаю, просто первый матч это был вместе с нами, они тоже пришли друг к другу. Мы как бы тоже первый матч такой. Ну, не скажу, что я Легион, как бы команда непростая. Там сейчас Лисовский Андрей на ходу забивает, смотрю, в каждом матче. То есть, и я смотрел, как Гру-ЧС, они вели там тоже 5-2. Сейчас пройдем. Ой, 4-2 они там вели, 4-1 даже было, по-моему. Все-таки они там упустили победу, но, знаешь, показали характер. И все-таки в этом туре, я думаю, что Легион тоже зацепит. Да, зацепит. Надо предпущение Легиону, 4-2, думаю, Легион выиграет. Слушай, ну, блин, неплохо. Да, 4-2, я тоже на самом деле, так, посмотреть. Хорошая такая игра будет примерно, 2 равные команды. Давай, если ты 4-2, я думаю, я тоже поставлю на Легиону, но 4-3. Пускай будет 4-3. Потому что такая, как по мне, если и та команда, и та соберется, да, будет хороший, отличный матч. Ну да, я не сомневаюсь тоже. Да, и будет заруба такая, вот. И отдам предпочтение Легиону 4-3. 4-3? Да. Что у нас следующее? Какое у нас следующее? Феникс. Следующий матч, Феникс-Молния. Ну, что я хочу сказать. Возвращается опытный вратарь у них у Феникса. Смитрий Бодзагианчевиц. Антоневич Артур. Паша Вайцеховский, один из лидеров команды, возвращается. Сергей Янга сейчас там тоже на ходу забивает. Саша Горох. Саша Горох, то есть, ну, в принципе, когда вот все там в обоиме, да, команда... У них неплохой коллектив, да. Очень неплохой коллектив, да. Плюс есть такие, как Вадим Гучев, то есть, они всегда подходят. Ну, подъезжают. Ну, подъезжают, да. Ну, я и так, я еще скажу, мне они тоже очень нравятся. Я ребят, многих там знаю в большей степени. Почти со всеми я там играл, наверное, скорее всего. Ну, и как бы... Кто у нас второй? Молодежка. Ну, и молодежка тоже. Молния, да? Молния. Феникс-Молния. А, Феникс-Молния играет. Вот, Молния, да, Молния. Такой коллектив, да. Вроде бы, кажется, ребята простые, да. Обыграли Газнак. Перед этим, я помню, тоже они кого-то обыграли неплохую команду. Молодежку не было. Молодежку обыграли. Неожиданно тоже. Неожиданно тоже матч был. Вот, поэтому я считаю, что тоже дадут бой Фениксу. Ну, может быть, на классе Феникс обыграет? Ну, он непростой матч, блин. Ну, да. Ну, я тоже думаю, что на классе, но там, я думаю, что много Молния не забьет. Мой прогноз 5-1. 5-1 Феникс, да. Слушай, ну, я думаю, что Молния забьет все-таки по-любому. Да, немного, а с Горизонтом тоже никто не ждал, с молодежкой никто не ждал. Я думаю, тоже победа Феникса, это 100%. На классе, как ты говоришь, правда? Да, да, на классе. Ну, и я считаю, что Молния забьет Гала-3 точно, я думаю. Гала-3 точно. Не похуй. И Феникс, ну, а что Феникс? Ну, давай я возьму Феникс 6-3. Победа Феникса 6-3. Неплохой прогноз. Да, да. Просто мой прогноз 5-1, а Борис Феникс. Идем дальше. Следующий матч. Молодежка, Борисов 900-юб. Вот, следующий матч, молодежка, Борисов 900-юб. Слушай. Мне кажется, это очевидно. Тут понятно. Тут как бы понятно, но... Ну, знаешь, я тебе так скажу, и мы играли с Борисов 900-юб. Тоже я вот посмотрел, зашел в группу, все большее предпочтение отдавали нам победу. Никто не давал победу Борисов 900-юб. Ну, я хочу сказать, что по молодежке конкретно. Она может хорошо играть, да, но вот конкретно с фаворитами постоянно, я замечал уже второй сезон, у нее какие-то проблемы. Да. Они сильными командами играют как-то... Тяжело. Да, тяжело им даются матчи сильными командами, то есть... Слушай, ну а ты не знаешь, вот я... Ну, например, с молодой. Я... Ну, мол, не берем расчет, я так считаю. Да. Что произошло, почему Борисов 900 стал принимать на ФОЦы? Они сейчас тоже будут играть? Пока вроде бы, да, для них это удобное время, я слышал, как бы. Но пока это... То есть и с молодежкой они тоже будут играть? Скорее всего, это время будет так же. Ну, я слышал так, что... Слушай, ну, если честно, мне кажется, может быть, если бы играли они в старом бассейне, молодежка, может быть, еще и зацепилась. Ну, может быть, да, вратарь молодежки тоже неплохой. Неплохой, да, неплохой. Ну, как бы тоже пробит. Ну, давай, давай, твой первый счет. 6-1. 6-1, 20-9. Тоже, как говорится, на классе, как бы, исходя по ситуации. Да, я думаю, многие-то знают, что ребята тренируются. Я тоже, я дам предпочтение Борисов 900. Я думаю, они забьют 8. А молодежка... Я думаю, гола 3 забьет, минимум 3, мне кажется. 8-3, победа Борисов в июне. Да, что на следующий этап? Итак, матч-четвертал, Горизонт-Гознак. Отлично. Горизонт-Гознак, да, заключительный матч. Субтитетный матч у нас будет Горизонт-Гознак. Илья, что сказать по этому поводу? Горизонт-Гознак. Ну, слушай, меня очень сильно удивляет, конечно, Гознак в последнее время. Вроде бы с нами так... Да, с своими прыжками... Да, и туда, и сюда, и туда, и сюда тоже нестабильна такая команда. Вот. Ну, и Горизонт. Тоже, конечно, ребята, молодцы. Горизонт тренируется, да, как бы, и вспомни, как они стартовали. 4 там, или сколько было поражений, но потом они сейчас набрали форму, у них уже 21 балл, игра в запасе, то есть что-то такое сейчас. Вот я смотрел. Пятое место. Пятое место. Пятое место, да, сейчас у Горизонта. То есть они набрали форму, там одержали 5 побед подряд. Как бы, ну, вот Гознак, там Дима Шумченко лидер тоже, хороший с ударом. Ну, у них неплохая команда, да, тоже есть. Да, у них такая более сыгранная, они такие... Да, 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 они тоже могут и в пас поиграть, и знают, как двигаться, и розыгрыши у них неплохие. Помни, когда мы с ними играли, мы за 40 минут им забили один гол, потому что они закрылись, просто не знали, что делать, то есть тяжело было. Слушай, ну тяжело на самом деле что-то приспирать. Давай ты скажешь счет, а я подумаю. Ну, учтем, что игра пройдет на ФОЦ, как бы, и Горизонт, как бы... Дома Горизонт. Горизонт ведет игру, как бы, обычно всегда дома. 5-2, думаю, будет обеда Горизонта. Горизонта. Но, хочу отметить, ставлю гол на Дмитрия Шумченко, что отметится за какой-то знак. Слушай, ну, я думаю, блин, тяжелый матч, я думаю, Горизонт должен больше забить, на самом деле. Я думаю, счет будет... Газнак... Мне кажется, даже почему-то, что Газнак обыграет Горизонт. Не знаю. Интересно, интересно. Я сделаю ставку на Газнак, опять же таки. Я думаю, счет будет 4-3 в пользу Газнака. Интересно. 4-3 ставит Илья, мой вариант 5-2 победы Горизонта. Отлично. Что, у нас последний матч был, да? Дорогие друзья, у нас ролик подошел к концу. Я прошу вас написать в комментарии, кого бы вы хотели видеть в следующем выпуске. Интересно ли вам, напишите. Какие темы нам затрагивать в нашем подкасте. Вот. Понравился ли вам наш прогноз с Димой? Большое спасибо вам за поддержку. Правда, очень приятно, что вы смотрите. Ставите лайки. Присоединяюсь к словам Ильи. Как бы мы подытожили прошлый тур. Заглянули в следующий, конечно же. Сделали свои прогнозы. Обязательно ставьте лайки. И обязательно напишите в комментариях, кого бы вы хотели видеть в следующем туре. И извиняюсь. И извиняюсь. Ставьте лайки. И обязательно напишите в комментариях, кого бы вы хотели видеть в следующем выпуске. Ну, а наша встреча подходит к концу. Будем готовиться к игре с Микстером. Классно, супер. Пожалуйста. Да. Мы с вами прощаемся. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Всем пока. Пока. УИИ!